Приветствую вас! Я думаю, что соглашусь в первую очередь с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем в том, что вам своего мужчину нужно действительно принять таким, как он есть. Без этого отношений не построить адекватных, по крайней мере. Вот. И вам нужно определить для себя и принять для себя тот факт, что сейчас на данный момент ситуация такова, что вы сами себе противоречите. В каком смысле? В том смысле, что любовь, вот если мы принимаем за аксиому тот факт, что вы его любите. Любовь означает безусловное принятие. если вы его, если вам не нравятся какие-то аспекты его поведения, то можно говорить о том, что не так уж сильно вы его и любите. вот. К сожалению. Хотя я, конечно, не не буду здесь наблюдать наверняка, но видится и представляется мне ситуация именно таким образом. вот. То есть это не совсем полное принятие человека, не совсем безусловное принятие человека, не совсем безусловное принятие личности, вот и так далее. что безусловно является препятствием для ваших отношений. То есть как правильно сказал мой коллега, что этот человек, он не изменится, он не поменяется, он останется таким, как он сейчас есть, и меняться он не хочет. Другое дело, что вам по какой-то причине неприятно, другое дело, что вам почему-то неприятно, вам некомфортно, то, что происходит с ним. То есть вам неприятно, что он горит, вам неприятно, что он сидит в телефоне, вот. И почему-то вы остро реагируете на то, что он делает там в телефоне. То есть, конечно, не говорю, что то, что он делает правильно, но вы говорите, что вам противно, а эта эмоция, это чувство, и его эту эмоцию и чувство, ну, необходимо в общем-то как следует выразить, чтобы не было такого, что вы перегладываете ответственность за то, что чувствуете, за то, что ощущаете, да, на ну вот, на него, на мужчину. Вот. Эта история здесь примерно, примерно, повторюсь, примерно такая. Вот. Значит, я думаю, что вам, вот я бы порекомендовал изучил вам изучить ясообщения, которые есть в интернете, в интернете есть. Ясообщение. Это способ, метод бесконфликтного общения. Вот. Ну и, наверное, несколько по-другому вам необходимо выражать свои чувства и свои желания. Также мотивировать мужчину на то, чтобы делать то, что хотите вы, вот. Не запретами, да, не родительским поведением, каким вы пользуетесь прямо сейчас, вот, а именно мотивировать его. Тут нужно немножко больше хитрости, тут нужно немножко больше мудрости, тут нужно немножко больше терпения. Вот, если вы всё это готовы себе развивать, если вы всё это готовы действительно ради заботы о его здоровье реализовывать, то я думаю, что в ходе индивидуальной работы можно-можно будет вам в этом помочь. Это мне не представляется чем-то таким, знаете, прям вот сложным. Мне кажется, что это относительно легко сделать, если вы, конечно, хотите этого действительно. Вот, если это не просто, знаете, как, такая эгоистичная немного история, когда я хочу, там, к примеру, человека переделать. Вот. На мой взгляд, в ситуацию можно скорректировать, вот так. Такой, так можно ответить. Вам на ваш вопрос. Вопрос. Вот. Определите, пожалуйста, свои чувства, определите, пожалуйста, свои эмоции, определите, пожалуйста, свои ощущения, да, то есть почему, чем, как вас, к примеру, задевает то, что делает человек. Вот. То есть это вот такая история, это такой момент, ну, на мой, на мой, по крайней мере взгляд. Потому что если, если вам неприятно, допустим, что он курит, к примеру, то это исключительно и чисто ваша восприятная ситуация. И я не могу согласиться с тем, что вы пытаетесь поменять товарища. Вот. Мне кажется, что это вот в корне неверная, неверная в корне позиция. Вот. Которую, которую необходимо корректировать. Вот. То есть если вы готовы, например, поступиться, да, с тем, что он будет курить, готовы принять его курящим. Я думаю, отношения между вами вполне возможны. Ну, а если нет, то значит нет. Тут как бы момент такой. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку дополнительные вопросы. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...